Это здорово, конечно. Очень рад, что и Казаев правильно сказал. ВИВО МЕСИКО! ВИВО! Никогда не думали, что будет чемпионат просто в мыслях. С этой мыслью жили, а тут на тебе. И такой праздник устроится. Так, у нас сколько остается? Две минутки, да? Да нет, остается минута. Так, спонсор готов? Я готов. Ты тоже готов. Его мы не любим, он тоже готов. Ирвин Лосано. Начинается второй тайм. Те, кто смотрит на нас... Второй микрофон? Да. По ошибке отойдите. Включайте телевизор. Спонсор живет в своей жизни. Повenуда. Стоит телевизор. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 1-0 после первого тайма Ирвина Лосано забил головы ворота сборной Германии Сейчас ехал мексиканцев Которые превалируют в этом районе Где у нас студия Нету на улицах Все приникли к экранам телевизоров И я болею за эту команду За прекрасную Мексику Потому что Но мы знаем, что футбол это игра Которую играют 11 человек А побеждают всегда немцы Посмотрим, что будет На завершающейся неделе Произошли два совершенно невозможных Себе уже события Дональд Трамп договорился с Ким Чен Ином А сборная России одержала победу В матче открытия чемпионата Мира по футболу Если ты будешь отвлекать наших Они выходят на второй тайм Сережа, вы же понимаете, кто такой Егоров Загнать его сюда было Очень проблематичным всего У Трампа, прямо скажем, визаву был покруче Чем у футболистов сборной России Но он и не выиграл А лишь вовлек Киму в игру Чего, правда, никому до него не удавалось сделать А вот российские футболисты Выиграли у саудовцев И этот результат останется в истории А также, я думаю, в песнях Такой же счет 5-0 Был когда-то зафиксировано в матче Аргентина и Ямай Ты помнишь, и Владимир Шахрин Из группы Чайф увековечил это событие Я думаю, надо сделать сиклов Какая боль, какая боль Только Саудовская Аравия может не понять Да, и там нефть есть А на Джамейке только... Что? Там почище, чем нефть Для некоторых И ямайский народ прекрасный народ Ладно, вернемся к корейцам Тем более, что они играют завтра утром Правда, южные Ким Чен Ин Я имею в виду, когда говорю Ким Прилетал в Сингапур Со своим Сережа сортиром Лично В Сент-Риджес В отеле Сент-Риджес Вы, наверное, представляете, что такое Сент-Риджес И как там были люди удивлены Когда приехали другие люди Со своим туалетом Каддафи, как вы знаете, летал Муаммар Каддафи Летал своими шатрами И я даже думаю, невольницами Которые выдавал за пресс-службу Ким с сортиром Трамп с радостью Президента на этой неделе Я имею в виду, нашего президента, конечно Был день рождения Ему исполнилось 72 года Мы поздравляем вместе с Родригой его И защищать его, между прочим, ни от кого не станем Он с этим справляется прекрасно и сам И, кстати, с Путиным он встречается скоро В июле в Вене Об этом мне рассказал Бывший нападающий Ришты Дауэ Спартака и сборной Латвии Твой коллега Евгений Милевский Еще в Сингапур прилетал Бывший чемпион НБА в составе Чикаго Буллс Денис Родман Он старый друг Ким Чен Ина И тренер-консультант сборной Северной Кореи Большой дипломат и стратег Особенно хорошо играл под кольцом Немного того Но славный парень Мы познакомились с ним в книжном магазине Между прочим Был такой на углу Лейк Кук и Лак Киган в Дирфилде Книжный магазин Сейчас там, конечно, милицинское учреждение Сейчас у нас такая тенденция Все клиники Входят в книжные магазины И другие очаги культуры И проглатывают их Это началось при Обаме, кстати Ну, это как к слову Сейчас там медицинское учреждение А тогда был Был Лейдриго А тогда был книжный магазин За 28 лет в Америке Сергей Энгельсович Я не встретил в книжном магазине Ни одного русскоязычного человека Хотя, я понимаю, они, конечно, туда ходили Просто мы не встречались А Родмана, представьте Встретил У него была серега в носу В ухе и в языке Я не стану врать Что он доканывал продавцов Вопросами о различиях В творчестве раннего и позднего Шекспира Он просто стоял у полки Со своей книгой И рассматривал ее Я подошел и сказал Деннис, я покупаю вашу книгу Я русский журналист Подпишите ее, пожалуйста И Родман сказал Первый раз вижу русского журналиста А я сказал А я уже брал интервью у Майкла Джордана А Денис сказал А тебе нравится моя книга? А я сказал А я еще и не читал Поэтому пока нет Но зато мне очень нравится Как ты играешь И тогда он улыбнулся И сказал Ну давай подпишем И подписал И если бы мне кто-нибудь Тогда сказал Что через 20 лет Денис Родман Станет кем-то вроде посредника На переговорах президента США И северокорейского лидера Я бы в том же магазине Отправил бы его В отдел фантастики Короче Странная компания Собралась в понедельник В Сингапуре Но дело сдвинулось Тем не менее С мертвой точки И в этом Основная разница Между этим президентом И всеми предыдущими Начиная с Джорджа Буша Старшего Который хоть и республиканец Но не додавил В 91 году Саддама Хусейна я имею ввиду Из-за чего Пролилось много крови И улетело на ветер Много денег Дай же ему Бог Тем не менее Здоровья И всем остальным президентом И даже Знаете Роберту Де Ниро Который на старости лет Стал публично Ругаться матом Конечно Я не забыл о том Что сегодня День Отца И Этот рассказ По-моему Я написал Десять назад Он называется Не День Отца А Тень Отца И Два раза По-моему За эти десять лет Я его читал Я вот прочитаю третий Поскольку у меня К сожалению Нет возможности Навестить Его могилу Он похоронен В Риге Вот поэтому так И Посвящаю это Памяти Всех Ушедших отцов Когда наконец Ты понимаешь Что твой отец Обычно был прав У тебя у самого Уже подрастает Сын Убежденно Что его отец Обычно бывает Неправ Это как Правило В моем случае Оно правда Никогда не работало Я никогда Не оценивал Поступки Своего отца Мои родители Развелись Когда мне Исполнилось Десять И я отказывался Что-либо оценивать Я остался С мамой Вернее С дедушкой С которым Проводил Все свободное время А все мое время Тогда было свободным Только я этого не знал А папа Никак не хотел Мириться с тем Что он одновременно Потерял и маму И меня И понимая Что мама не вернуть Уговорил вернуться Меня И предлагал оценивать А я Не хотел оценивать Мне просто было Жалко обоих А за себя Я не волновался Потому что В десять лет Я умел пожарить Картошку Приготовить суп А также Играть в футбол Хоккей Драться со сверстниками Умение футболить Хоккей Драться Мне пригодилось Сразу же После развода Когда я перешел В другие школы И двор А умение готовить Веры и правды Служит мне и сейчас Несхромно скажу я А потом родители Почти одновременно Развели Другие семьи И сосредоточились На них Во всяком случае Так мне тогда казалось И меня помнится Очень задела Та легкость С которой я был Заменен моими Сводными сестрами Родившихся С разницей В один день В июле Поэтому я каюсь Совершенно искренне Родительский дом Для меня достаточно Длительный период Времени Ассоциировался Не с началом Начало с вечной Нахмуренностью И у обитателей И тягостным Ожиданием грозы Которая Конечно грянула Ты знаешь Что у нас идет Прибат Разваться Видео Туалетное Все свои приготовления И расставила Все по своим местам Тасковать по родителям Я начал В зрелом возрасте Когда расстался С ними Мамы нет Уже 7 лет Папы 25 Я не помню Кто Возможно Даже Шекспир Но точно Какой-то британец Сказал Что отцы Любят своих сыновей А сыновья Любят память В отцах Это к сожалению Правильно И сегодня Я хочу вспомнить Своего отца С детских Фотографии Смотрит Кудрявый Улыбающийся Мальчик Его мама Молодая секретарь Машинистка Рижского Еврейского Театра Евочка Отец Ведущий актер Театра Юлий Эдман Выступающий Под незамысловатым Псевдонимом Юлин В сталинских Лагерях Этот уроженец Польского Кракова Сейчас я узнал Что Вильнюса Это старый рассказ Потом мне прислали В подтверждение Что родился Вильнюс Но это не важно Сидел под собственной Фамилией И там То есть это важно Конечно Но все-таки Сидел под собственной Фамилией И там Она ему Совершенно Разонравилась Позднее В списке Жильцов Висевшем В подъезде Дома Где я родился Он назначился Как Юлия Нэтман А на его Памятнике На Рижском Кладбище Шмерли Начертана Просто Артист Юля Артист Краковского Еврейского Театра Однажды Поехал На гастроли Буржуазную Латвию Увидел в театре Евочку И судьба Его была решена Он бросил Краковский Еврейский Театр И поступил В Рижский А поскольку Все спектакли И в одном И в другом Играли с Наидой Что проблем С эклимидизацией Не возникли В Риге Моего дедушка Увидел на сцене Михоэлс Они уехали На взморье И выпивали там Три дня После чего Михоэлс Пригласил Деда в Москву Евочка Патриотка Рижского Еврейского Театра Яростная Противница Интеллектуального Алкоголизма Была категорически Против И запретила Переезд Что возможно Спошло Невозможно А точно Спошло Дедушке Жизнь Потому что Подавляющее Большинство Актеров Московского Еврейского Театра В 37 И 38 Были Расстреляны А речных Актеров Просто Посадили Я сомневаюсь В том Что мой дедушка Был настойчив И ретив В воспитании Моего отца Папа Не любил Театр И серьезную Литературу А дедушка Играл И читал Все свое Свободное И рабочее Время Папа Обожал Спорт А дедушка Его терпеть Не было Папа Легко И просто Сдавало Зачеты И экзамены В анатомикуме А дед Лишался Чувств При виде Крови Я думаю Что папа Пошел В бабушку Елу Он был Очень грамотным И позднее Подрабатывал Причем Не ради денег А удовольствия Для Внештатным Корреспондентом Спортивных Отделов Несколько Газет Причем Писал На двух Языках Латышком И русском Дед умер Когда отцу Было 35 А мне 5 Тот день Я помню Очень хорошо А вот Последующий год Довольно смутно А может Мне просто Не хочется Их вспоминать Обрывки Этих Воспоминаний Не греют Все равно Потому что Очевидно И не хочется Но мы Три или четыре Раза ходили За грибами Один раз На рыбалку С тех пор Я ее не люблю Однажды Папа пошел На мою Хоккейную игру Я играл За дом управления По золотой шайбе И забил решающий гол За минуту До конца матча Папа был Невероятно счастлив И в тот же вечер Познакомил меня С соседом по дому Витя Сказал Это мой сын Саша Ему 8 лет Он будет Хорошим хоккейстом Посмотри на него Марк Мягко искал сосед Отдай его в хоккейную школу Там посмотрим Нет Посмотри пожалуйста Ты и сейчас Настраивал отец Васька Закричал сосед Какому-то из окна Ты там Я сейчас спущусь Васька оказался Долговязый паренек В коньках Катавшимся на плохо Освещенном окнами Дворовом пятачке Марк Сказал сосед Вот это мой сын Вася Он проверит Твоего сына Ему 11 12 Поправил отца Вася 12 Удивился сосед Ну ладно Пусть 12 Он мой сын Но я не уверен Будет ли он Великим хоккеистом А я уверен Сказал папа Ты бы видел Какой гол он сегодня забил Саша Надевай коньки Потом Вася меня проверил Я быстро понял Что если кому-то Из нас Усуждено Стать Великим хоккеистом То жребий сей Уготован явно Вася А не мне Сосед улыбался Вася горделиво Сопил Папа приуныл Ничего Сосок Сказал сосед Похлопал Меня по плечу Работай Тренируйся Ты же еще маленький Хотя в сборную Ты вряд ли попадешь Ладно Пошли домой Раздраженно Сказал папа Еврея в сборную Действительно не возьмут Спасибо Витя Спасибо Вася Как не возьмут Стросил сосед А Зингер Зингер Витя Не еврей А немец Тебе об этом надо знать Назидалькина Сказал папа И мы ушли Я до сих пор Благодарен отцу За то Что он вот таким образом Познакомил меня С оставшим впоследствии Выдающимся Тренером Виктором Васильевичем Тихоновым Его сыном Василием Который кстати До великих Игроков Действительно не дорос Но превратился В классного тренера Этот рассказ Как я уже говорил Написался Лет 10 назад И с тех пор К сожалению ушли И Виктор Васильевич И Вася Вот так Хоккейные Футбольные Баскетбольные И волейбольные Матчи мы посещали Часто Я знал почти всех игроков Они дарили мне Сломанные клюшки И почти новые наколенники Папа Выписывал Советский спорт И футбол Хоккей И вел статистику Чемпионатов По хоккею и футболу Папу приветствовали все И было видно Что люди искренне От нему относятся хорошо И я не понимал Почему так же хорошо Как и все остальные К нему не может Относиться моя мама И похоже Папа Этого тоже не понимал Потому что постоянно Пытался прояснить Волновавшую нас Обоих ситуацию И задавал маме Бесконечные вопросы По существу проблемы И хотя Выяснение облегчения Никому не приносили И заканчивалось Клопанием дверей Они продолжались Вплоть до развода А разведясь Они оба вздохнули С облегчением И начали жить И я конечно Давно уже понял Что спасать В таких случаях Можно только то Что есть Что существует Если ничего нет Даже при наличии детей То не стоит терять время Потому что время Это все-таки Не деньги Как многие здесь считают И не только здесь А жизнь А жить нужно в радости Я рад за отца Потому что в его жизни Была большая любовь Предмет которой Теперь живет в Ахайо И прекрасный плод Этой любви Моя замечательная сестра Диана Которая тоже живет в Ахайо Она недавно вышла замуж За симпатичного Воспитанного Породистого Мексиканского Молодого человека По имени Маноло Вся семья Сейчас сидит у телевизора Какой насчет Не знаю И теперь мои племянники Возможно будут иметь Мексикана Латышко-еврейский окрас Родственников Курортной жемчужине Юкатана Мериде И в совершенстве Владеть испанским Такого развития событий Папа конечно Не мог предвидеть Когда Отправлял Белокуру Юную Диану Ко мне В Америку Уехавшему за год до этого Он собирался Приехать сюда Летом Или осенью 1993 года Собирался работать На любой работе Помогать мне делать Газету И нам с внуком Вызов должен был Привезти я в январе Ну я и привез Только вот Он не смог Им воспользоваться В субботу вечером Он шел на последнее Перед моим приездом Ночное дежурство В свою больницу И недалеко от входа В нее На него напали Восемь отморозков Ударили по голове Грабили Раздели И вырвали Изо рта Золотые коробки Я узнал об этом Спустя 10 часов Когда мой отец Уже лежал В отделении Реанимации Первой Рижской Городской больницы С разрушенным От зверского удара Стволом Головного мозга До этого Он Истекая кровью Пять часов Лежал у входа В больницу Пока на него Не ротнулся Наряд Тогда еще Милиции Безнадега Сказал мне друг отца Профессор Осокин Которого я помнил С детства Я вылетаю Удержите его Попросили Его удержали Но спасти не могли За несколько дней Предшествующих похоронам Я узнал от остальных Его друзей О своем отце Больше чем за всю Предыдущую жизнь О том Как он стремился Сохранить свою первую Семью из-за меня И на что шел во имя Этого Как переживал Из-за того Что наши отношения Не складывались В последствии Причем брал вину на себя Хотя по-настоящему Конечно был виноват Я вернее Мой в то время Юношеский максимализм Как гордился Моими журналистскими Первыми успехами И ранним Карьером Рассветом Красавицы-невестки Крепешом Внуком Как плакал Когда узнал Что я уезжаю На вокзале Стоя у вагона Поезда Рига-Москва Он обнял меня И все-таки не выдержал Ну все, сынок Сказал он Счастливого пути Прости меня за все Что ты, папа? Искренне удивился я За что? За все Сказал он Ты поймешь Еще раз Мы обязательно увидимся Слышишь, сказал я Он покачал головой И сказал то, чего ему Не следовало говорить И то, к чему мне Следовало прислушаться Не увидимся Я не прислушался Я тогда думал Что это у нас слабость Я еще тогда не знал Что он сильный Марк Этман сказал Мы увидимся Я обещаю Недавно я пересматривал Кассету с записью Отъезда из Риги Кино снимал Сергей Егоров Напротив меня сидящий Ездивший нас провожать Теперь просматривая эту ленту Я ищу в толпе Только одно лицо Лицо моего отца Чтобы попрощить Прощение за мои На него обиды Мы оба оказались правы Мы увиделись Как я и вещал Но он меня не видел Как и предполагал Глубочайшая кома И полное безнадежье Как сказал доктор Асути К сожалению Мой отец смог увидеть Только одного своего внука Моего старшего сына Который сам недавно Подарил мне внука Ну как недавно Уже так Его тоже зовут Марком Марк Этман Про правнук Очень хорошего Еврейского артиста И режиссера Правнук Отличного врача И хорошего человека Который всю жизнь Пытался делать добро Из зла Потому что ему Больше было Не из чего его делать Я очень надеюсь Что у Марка Этмана 2006 года выпуска Сделанного в Чикаго Будет другой материал Для работы Ну Перейдем К другой Сразу же теме В режиме Нон стап Поскольку у нас сегодня Гости Для тех Кто к нам подключился Я имею ввиду Видео К нашему Видео Арбуз тут не просто так Это спонсор Мексиканский арбуз Родриго По-прежнему Спрашивает Улыбаясь У Сережи Какой же счет Уже не 1-1 ли По-прежнему Счет 1-0 И мы Не скрываем Что болеем Сегодня За сборную Мексики Помимо Дня Отца Есть сегодня И иные праздники Почти как всегда Прекрасные В Румынии Например День национальной авиации Сережа Я летал Компанией Тарум Ты летал Ко-нибудь Взлетел Сел Так что Никаких претензий Красивые Молодые Девчонки Стюардессы Мультимеск Говорят на каждом шагу Это Спасибо Наливают Наливают Подливают Одеяло Поправляют Ничего общего С любимым анекдотом Знаменитого теннисиста Румынского Илье Анастасе Я вообще-то раньше думал Что он про аэрофлот Этот анекдот Но его Я услышал от Анастасе Илье рассказывает так Стюардесса В самолете Тарум Обращаются к пассажиру Кофе Или чай Пассажир Кофе Стюардесса Не угадали Чай В Армении Сегодня тоже День авиации Вот скажите мне Мне интересно Это совпадение Или два этих праздника В этих странах Как-то связаны между собой Ну как его В Румынии и Армении День национальной авиации Я не понимаю Армяне Звоните Сообщите нам Пожалуйста Только если знаете Потому что Просто так нам не надо Чтобы ООН отмечает Всемирный день борьбы С опустыванием И засухой Не сушняком А засухой Поэтому Пожалуйста В Греции Отмечается день пар Причем Я уточнял Пар любых Главное Чтобы была пара Есть пара Отмечай В Индонезии В Индонезии Где вчера Большой питон Проглотил Небольшую женщину Это ужас Какой Ты видел Кошмар Отмечается День детей В Исландии День провозглашения Республики От Дании Они отсоединились Это произошло 17 июня 1944 года Тогда же Был избран Первый президент Исландии С относительно Простой фамилией Свеидна Бёрсен Вчера Одетая По поводу Семи градусов Тепла Кстати Достаточно Тепло Было В реке И вообще На острове И дождя Они были одеты В пуховички Публика Ухала В честь Ничьей Своей команды Против Аргентины Кстати Я сегодня ехал И Я поздравлял Своего Замечательнейшего Отчима Который Который Стал мне Отцом Вот с 10 лет И много Для меня Сделал Яшенко Мой любимый 30-го года Рождения Человек Он Вел Для меня Прямой Репортаж Матча Германия Мексика Мы Болеем По понятным Причинам За Мексику И он Мне сказал А ты знаешь Почему Вчера Месси Промахнулся Потому что Они отказались Играть С Израилем Иерусалим Я с удовольствием Смеюсь Почему Потому что Сионисты Во всем Видят Перст Божий Ты Сионист Сережа А я Все Не знаю Но я Так Не знаю Жалко Мне Месси Потому что Первый Раунд Первый Раунд За право Называться Самым Великим Вчистую Выиграл Крещану Роналду Ты согласен С этим И конечно Будешь об этом Говорить Не влезаю В твою Твою На твою территорию Имены Именины Сегодня именины Есть У Адольфа Александра Марка Кирилла Мефодия Марфы Митрофана И Иосифа Получается Что в один день Праздновали Свои именины Не только Неразлучные Письма Дарители Я имею ввиду Русский язык Кирилла Мефодия Но и Гитлер Со Сталином Как тебе это нравится Ну я Александр Но поскольку Я не православный Я не отмечаю именины Сего Я отмечаю По католичеству В 1579 году Английский пират Фрэнсис Дрейк Во время Кругосветного Пламывания Высиделся В районе Сан-Франциско С другом Не делай вид Что ты не понимаешь И объявил Этот берег Английским владением Назвав его Новым Альбионом С другом Высиделся Дрейк Ну хотя Можно понять Плавание Долгая В 1789 Ну что в Сан-Франциско Традиция В 1789 году Во Франции Депутаты Третьего Сословия Генеральных Штатов Поддержанные Низшими Слоями Духовенства Потому что Высшие Этого не хотели И дворянство Провозгласили себя Национальным Собранием Ну король Конечно По традиции Это был Людовик 16 Тогда Отдал приказ Разогнать Это Самозванное Национальное Собрание Но не тут То было Париж восстал Баррикады Вино Хруст Французской Булки Якобинцы И так Почти месяц А потом Грянули события 13-14 июля Взятие Бастилии Свержение Абсолютной Монархии И победа Французской Революции Погба У которого Отобрали гол Вчера В курсе Записали на защитника Что я спрашиваю Ты конечно в курсе Сказал что Он бы хотел Выиграть В день Взятия Бастилии Чемпионат мира Это сложно Будет сделать Потому что Чемпионат мира Заканчивается 15 Ну Ну Погба С другой стороны Может и не знать Когда Взятие Бастилии Так Приблизительно В 1856 году В этот день В Филадельфии Открылся первый съезд Республиканской партии США В 1876 году 17 июня Министерство внутренних дел Российской империи Запретило печатать Учебные и научно-популярные книги На украинском языке Вот еще откуда Все это идет В 1885 году В Нью-Йорк На борту французского Парохода Исири Прибыл Дар французского народа Соединенным Штатам Америки Статуя Свободы Которая до сих пор Стоит В 1898 году Сенат США Согласился На аннексию Гавайских островов В 1918 году Об этом я не знал Саксония В этот день Предложила Литве Создать единое государство Ты знаешь Что Литва Ответил отказом Саксония И Литва Сейчас бы Один из Стадионов Чемпионата мира Был я имею ввиду В Кёнигсберге Стоял бы На территории этого государства Как раз Калининградская область В Женеве В этот день В 1925 году Был подписан протокол Запрещения применения На войне ядовитых Удушливых И других подобных Газов И без средств То есть тот самый Женевский договор На который ссылаются До сих пор сейчас В связи с событиями С Сирией И иногда в других местах Был подписан 17 июня 1925 года В Женеве В 1929 году Под заголовком Книга О которой не пишут Наверняка Никто об этом не знает 1929 год Москва Литературная газета Заголовок Статья Книга Книга Которая не пишут И которую не читают Опубликована рецензия Некого Тарасенкова Знаете о чем Точнее на что На книгу Ильи Ильфа Евгения Петрова 12 стульев Которая за прошедшим Издание Ровно год Совершенно не была Замечена критиками И читателя Поразительно Для меня Вот этот факт В 1940 году В Латвию и Эстонию В этот день Были введены Советские войска Ровно через 10 лет Чикагский хирург Ричард Лаулер За 45 минут Выполнил Первую в мире Операцию По пересадке почки В 1953 году В этот день Экономический протест В Восточном Берлине Перерос Впоследствии В политическую Забастовку Против правительства ГДР По всей стране До 90-х годов Эти события Не были предметом Изучения Советских историков Естественно В официальной советской науке Они определялись Как фашистская вылазка В постсоветской Историографии Еще не выработано Определение В отличие от Западных историков Которые пишут Рабочем восстании Или народном восстании Российские историки В основном Применяют термин События в ГДР 17 июня 1953 года Итог Жестокое подавление Восстания Верховный комиссар Владимир Семенов Командующий группой Войс Германии Андрей Гречко И военный комиссар Берлина Генерал-майор Дибров На их Руках Это кровь В 1970 году Две вещи произошли В этот день Эдвин Лэнд Запатентовал Камеру полироид И ученого Биолога Диссидента 45-летнего Тогда Жареса Медведева Отпустили Из Калужской Психиатрической больницы В которой его Насильно поместили Незадолго до этого 29 мая По признанию Потом в мемуарах Главного врача На больнице Основанием для Принудительной госпитализации Медведева Послужил отрывок Из рукописи Жареса Александровича Культ личности И биологическая наука С которым он Главврач Ознакомился И которые Цитирую Главврача Вызвали у него Сомнения В психическом Здоровье Жареса Медведева В 1972 году Американская полиция Провела арест Пяти злоумышленников Которые устанавливали Электронные Прослушивающие устройства В штабе Демократической партии В гостиничном комплексе Вы знаете прекрасно Название это Watergate Скандал Который разразился Вслед за этим Вы это тоже прекрасно знаете Положил конец политической карьере Президента Ричарда Никсона Забавная интерпретация Этих событий Конечно была В фильме Форест Гав В 1981 году В этот день В Москве Начался суд Над Виктором Брайловским Одним из ведущих Еврейских активистов Он обвинялся В изготовлении Самиздатского журнала Евреи в СССР И организации Подписания коллективных писем Президенту США Карту В 1982 году Рональд Рейган Выступая на Генеральной Ассамблее Он Впервые назвал Советский Союз Империей зла Что у нас еще Произошло В 1991 году Был отменен В Южной Африке Закон о регистрации Новорожденных По расовому признаку Что фактически Означало Упразднение Апортеида В этой стране В этот же день На закрытом заседании Верховного Совета СССР Тогдашний глава КГБ Крючков Заявил о существовании В стране Массы Агентов влияния ЦРУ Годом позже Борис Николаевич Ельцин Уже выступал Здесь В Конгрессе США И объявил Коммунизм поверженным Удостоился Оваций Люди стоя Ему аплодировали На следующих выборах Он чуть было не проиграл Коммунистом В своей стране Чуть неизвестно Как вам считали Два слова Абитеория Потому что я Прервался на этом Прошлый раз Я обещал Вам Обещение надо Выполнять Я Просто вот О метеоре Чуть повторю Один абзац Который я уже говорил Неделю назад Но Метеория Это в Греции Это Святое чудо Место В горах Фессалии Я там был недавно Когда-то 60 миллионов лет назад Оно было каменистым дном Доисторического моря Потом вода Отступила А камни остались И некоторые из них Достигают высоты 600 метров Над уровнем моря Для сравнения Наш Сирс Таур Да Или Виллис Таур Как его там Сейчас называют Выстится На 442 метрах Теперь представьте Огромную живописную долину В которой Беспорядочно Разбросаны Вот такие Сирс Или Виллис Тауры Только на 120 метров Ниже чем они И на вершинах 24 Из них Православные монастыри Были Когда-то А сейчас Действующих монастырей Осталось 6 Два Женских И 4 Мушпир Преображенский монастырь Или Великий Метеор Монастырь Варлама Монастырь Святой Троицы Монастырь Русану Или Святой Варвары Монастырь Святого Стефана Эти два женские И еще есть В отдалении Монастырь Святого Николая Сюда сбредались Отшельники Еще до 10 века Они жили в пещерах И скальных углублениях В 14 веке Сюда пришел Монах Афанасий Вынужденный Покинуть Афон Из-за постоянных Атак пиратов Вместе Своим духовным пастором Григорием Он начал обустройство Одного из столпов В 1334 году Афанасий Собрал 14 монахов Из округи И строительство Первого Метеорского Монастыря Началось Да, я забыл сказать Название Метеора Придумал именно Афанасий По-гречески Это означает Висящие Между небом И землей Люди Это что-то Совершенно бесподобное Час бы мог рассказывать Нам даже показали Как поднимали сюда людей Паломник Получивший разрешение Потому что Пускали туда не всех Усаживался В такие сети Которые поднимали 45 минут Перед этим Паломнику Давали выпить Около 75 грамм Крепкого алкоголя И правильно делали Потому что С трезвых глаз При подъеме Можно было получить Инфаркт Совершенно ответственно Представьте себе Да Эти 600 Ну 500 500-600 метров Полкилометра Ответственности Веревку Меняли лишь тогда Когда она перетрется Я задал Гиду Два вопроса Веревка Не могла Перетереться Не будучи В использовании Значит Человек падал Да Тихо ответил Гид Тогда я спросил А не сложно ли было Проверять степень Изношенности веревки До того Как поднимать человека И Гид внимательно На меня посмотрел И сказал Афанаси Были определены Все правила поведения Которым должны были Следовать монахи Соблюдая законы Монастырской жизни Метеора И правила Насчет веревки Одно из них Если человек падал Значит То было Воля Божья Сегодня я не стану Говорить о великих И мудрых людях С которыми там общался Ни время Ни место Только побывать В этих местах По-моему Должен каждый Вне зависимости От того Верующий он Или атеист Комплекс Метеоры Входит в сокровищницу ЮНЕСКО Однажды здесь Хотели снимать Эпизод из агента 007 Речь идет о фильме The world is not enough И тогда В 1999 году Бондычу играл Пирс Бросл Продюсеры Сделали монахом Предложение От которого По их мнению Они не могли Отказаться Речь шла Почти о миллионе Те попросили Сценарий И время На его прочтение Утром Когда вокруг Монастыря Уже вовсю Стрекотали вертолеты И киногруппа Прибыла к воротам Их закрыли Прочитали Изображение Сейчас рекламная пауза Низкие цены Низкие цены Низкие цены На момент Заказа Я говорю О компании Прош Интернашнл Тревел Она расположена Вверх 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 Комблон Солушен Он неоднократно Был у нас в эфире Рассказывал Что необходимо Для этого сделать Я уверен Наверное Первый звонок Для предварительной Консультации Очень-очень Уважен Рядом Ведет Мексиканское радио В соседней студии Вот же странные люди Хотя они Могут думать Про нас тоже Вот если бы сейчас 78-я минута По-прежнему Один Что чувствует Человек У которого болят зубы Я честно говоря Улучшусь И только от того Что моим донтистом Является Доктор Джекоб Лейк Который является Руководителем Известной клиники Иллиной Дентал Центр В офисах Принимают Более 10 врачей Выпускники Лучек Стропатологических Спорт США Клиники Оснащены Самым современным Оборудованием Видишь Тебя мне придется Со спонсором Все время Да Это будет Большая сенсация Для меня Хотя понятно Что Мексика Могла выиграть Может выиграть По составу И по игре Вот Ну праздник Сегодня будет С Римом А не то слово В Чикаго у нас Да А в Мексике? Ну в Мексике Нет А в Москве Сколько их? О да Ой сколько прольется Сегодня Текира Хорошая идея Заходите Я уже ходил Вас искать Я вам сказал 35 Чтобы во время Рекламной паузы Ничего Ничего Вы Определитесь Чуть Мне пару минут Еще нужно Это наш спонсор Мексиканский арбуз Туалетной бумаги А вообще Мы оказываем Любые полиграфические услуги 847-205-78-38 Хорошо На пути к перемене места Где душа доживает вечно С трудоу Он любит очень агутин Нет Не только Все таки день папы сегодня О Прекрасная песня Не поздравили мужа? Нет Вчера все помнили Вот На Подведут Спасибо Я даже забыли У меня вот так Тебя поздравили? Мне напомнили Слава Богу Китовый странный ум Это прекрасная песня Об отце Да? Сейчас еще один куплет будет Давай-давай Это хорошая песня Я боялся, что ты опять поставишь Своего любимого Там Антонова Антонова я не ставлю Животное Я ему при встрече скажу Что его так любят Нет Я его люблю Но это все Перебор Не умеем Когда Больше Времени Нет На бегу Забывая Цель Вы за кого? За Мексику Или за Германию? А вообще О чем идет А вы знаете Россию? Да, я поняла Что я еще Футбол Как-то Пока Солнце Твое Светит Пока Ходит Попад Нет Пока Звездом Горит Надо Потер Рядом С тобой Всех вам поздравляем С этим прекрасным праздником Здоровья вам И берегите Все свои семьи По позывным Вы догадались Что в студии Наши гости Я бы сказал Даже гости Ну и правильно Отцы Сегодня Не пришли А зато Пришла Очаровательная Наташа Или Наталья Как вас Наталья 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 По поводу Очаровательного Слова Не сказала Я вот почувствовал Что у Наташи Нехорошо Наталья Из MedTech Health Care And Private Duty Находится Эта Организация Запишите Сразу адрес Чтобы нам Не прерываться Потом Потому что Сережа Во втором Часе Будет Повторять Адрес 9242 North Wackigan Road Монтагров Но Самое главное Запишите Пожалуйста Телефон 224 410 6242 Еще раз Повторю 224 410 6242 Наташа Сядьте Ко мне Пожалуйста Поближе Чтобы у вас Было видно Потому что У нас Идет Видеотрансляция Мы берем Кстати Спонсора Наверное Уже тоже Можно узнать Я убираю Спонсора Наташенька Я все Работу Буду называть Потому что Не могу У меня Все лучшие Подруги С детства Наташи Были Давайте Наталья Расскажите Чем вы занимаетесь От кого Вы к нам Пришли Компания Наша Предоставляет Бесплатные Услуги По уходу За пожилыми Людьми На дому Кроме того Мы имеем Тесную связь С другими Подразделениями Поэтому Наши клиенты Могут Быстрее И легче Получить Доступ К таким услугам Как Квалифицированная Медицинская Помощь Нерсес И Также Медицинское Оборудование Можем Предоставить Необходимое То есть Наши клиенты Получают Это быстрее И проще А что нужно Сделать Для того Чтобы стать Вашим Пациентом Или клиентом Ты уже добился Это возраст Спасибо За остроумное Вмешательство У меня идет Интервью Я понимаю Наташенька Я знаете Что вам подскажу Сегодня День медика В Советском Союзе В бывшем И в России Отмечают День медицинского Работника Как никогда Совпало Мы вас поздравляем Потому что В первую очередь Ваша деятельность Вы находитесь в Советском Союзе Нет Просто Это душевный праздник А вот То чем вы занимаетесь Это в первую очередь У меня очень уже богатый опыт Потому что я знаю Что вот Без такого отношения К людям Мы можем уходить Кому-сому Понимаете Такого Это самое основное Тут Есть много аспектов О которых вы еще расскажете Но вот то что Отношение к человеку В первую очередь Что и нужно Людям Которые нуждаются В вашей помощи Я считаю Что это Так что Сегодня Всех вас Кто занимается Это далеко не простой работой С праздником Очень хорошим По-настоящему праздником Ну а всех медиков Я поздравляю Преклоняюсь перед вами Благодаря вам Вот Мой соведущий В прекрасной форме И по сей день Спасибо Это не будет Нет Это не последний раз Так что Я забыл вас предупредить Он периодически Что-то у него Рычажок перескакивает И он начинает Да Хорошо Что еще Что могу сказать Наша компания Обслуживает Довольно-таки Большую территорию То есть Мы работаем В городе Чикаго И кроме города Чикаго Еще Как бы Можем работать В шести каунти То есть Это саборбы Это Лейк каунти Дупейдж каунти Макхенри каунти Кейн каунти И Вилл каунти Что же входит То есть Куб входит В Чикаго Да или нет Да В город Чикаго Непосредственно Просто вы искали Пригороды И Получилось Что пригороды Кук каунти Чикаго Тогда не входит То есть Чикаго тоже входит Да У нас есть офис Отдельно В городе Чикаго Есть отдельно Мортон-Гро Что же входит В наши услуги В первую очередь Это Услуги Бытовой помощи По дому То есть Какая-то Стирка Какая-то Уборка Все в чем Могут нуждаться Люди преклонного возраста Что еще Осуществление Каких-то покупок Выполнение Каких-то поручений То есть Все это Можно Все это Можно Осуществлять Помощь С приемом лекарств Приготовление Пищи Помощь с приемом Пищи Потому что Некоторые нуждаются И в этом тоже Какой-то Индивидуальный уход Персональный уход То есть Помощь Покупаться Помощь Одеться Личная гигиена Все это Нужно Сопровождение На приемы К доктору Тоже Входит В эту сферу Услуг Скажите Пожалуйста Все-таки Я повторю Он перебил Меня Начнем С главного Как стать Вашим клиентом Чем нужно Обладать Какими-то Страховками И Как вам Звонить Писать Что нужно Подготовить Чтобы не терять Время Первое И главное То есть Эта помощь Может предоставляться Бесплатно Если Одобряет Департамент То есть Решение По каждому Конкретному Вопросу Принимается Индивидуально Но в целом Типичный Наш Клиент Так сказать Это человек Во-первых Имеющий Легальный Статус В стране То есть Либо это Грин-карт Либо это Гражданство Это Обязательно Во-вторых Этот человек Должен Быть В возрасте От 60 лет Если он Не имеет Серьезных Проблем Со здоровьем Имеется Ввиду Инвалидности Если Человек Имеет Инвалидность То Ограничения По возрасту Нет То есть И Моложе Люди Имеющие Инвалидность Могут Претендовать На эту Помощь Могут Быть Одобрены И Ее Получат Кроме Того Это Люди Проживающие Встать Берегусь Ну И Опять же Это Так Сказать Категории Которые Менее Всего Защищены То Те Которые Имеют Низкий Доход Низкий Доход Подразумевается 17 С Половиной Тысяч В Год Либо Менее На Одного Человека То Если Это Пара То Соответственно Это 35 Тысяч Наталья Я Сейчас Просто Подумал Что Нас Смотрят Благодаря Фейсбуку В Разных Странах 17 С Половиной Тысяч Это Низкий Доход Извините Мои Киргизские Друзья Куда Мы Продолжая Сашин Вопрос Куда Должны Потенциальные Ваши Клиенты Подавать Заявку И с кем Начинать Говорить Потенциальным Нашим Клиентам Следует Только Позвонить И спросить Ваш Вы Русскоязычная Наталья Я Разговариваю На русском Языке Разговариваю На украинском Языке Откуда Вы Украина Вот Мне нравится Это Хорошо Вы Откуда Канада Откуда Сума Я был Сума Я был Сума Я очень Долго Сотрудничал Подожди Подожди Нет Сум Я езду Постоянно В командировке Перед А то есть Ты был Там Очень часто Мы все Знаем О чем Мы говорим Тем более То есть Человеку Нужно Позвонить Нам Рассказать О том Что Изъявить Желание Собственно Дальше Мы Можем Выехать На дом Заполнить Необходимые Документы Подать Анкету Либо Могут К нам Подъехать В офис Опять же Заполнить Необходимые Документы Подать Анкету Приготовление Еды Вы говорили Приготовление Еды Нужно Чтобы Кто-то Привез Продукты Или Можно У вас Заказать Необходимые Приготовление Еды Это Осуществляется После Того Как Человека Одобрили Он Получил Какое-то Количество Часов К нему Приходит Хоумейкер То есть Работник Который Будет Оказывать Услуги Там Есть Предписание Так Сказать То есть Что он Должен Как Именно Он Должен Помогать Пожилому Человеку То есть По Конкретному Каждому Случаю Вот Этот Работник Кейс Менеджер Он Определяет Что Должен Получить Этот Человек Если Ему Полагается Приготовление Пищи Либо Совершение Покупок То есть Этот Хоумейкер Он Жи Закупает Естественно Согласование Клиента То есть Клиент Заказывает Чтобы Он Хотел Ему Это Покупают Предоставляют Все Чеки Предоставляют Все Документы Приготовление Еды Точно Так Же По Согласованию И Привязанность К клиенту Приходит Который Человек Которого Вы Определили Он Будет Работать Именно С Этим Пожилым Человеком Как Угодно Его Назвать Это Чисто Постоянно К нему Прикрепляется Человек Или Они Будут Меняться Подменять Друг Друг Что Чтобы Меняться Жилые Люди Привыкают Во первых Этим Человеком Который Оказывает Такие Услуги Может Член Семьи Вот Это Тоже Если Дети Привозят Своих Родителей Родители Уже В возрасте Они Не Успевают Здесь Поработать Каким Образом То есть Они Автоматически Попадают В эту Категорию Независимо От Доходов Детей И Соответственно Так как Они Могут Проживать На Одной Жилплощади Дети Опять же Так же Ухаживают Своими Родителями То есть Эти же Покупки Это же Приготовление Еды То есть Мы Все Это Понимаем Все Живут Семью Никто Все Это Не Разделяет Но Если Родители Подпадают Под эту Помощь То Дети Могут За Это Получать Деньги То есть Они Оформляются На Работу И Получают От Государства Оформляются На Работу Через Ваше Агентство Да Оформляются К нам В Агентство На Работу И То есть Они Могут Совмещать Свою Работу Основную С Этой Работой Какой У нас Плюс Мы Предоставляем Очень Гибкий График Работы То есть У нас Нет Ограничения По Времени Что Работа Должна Выполняться С Допустим Восьми До Пяти То есть Это Может Быть Вечер Это Могут Быть Выходные Это Может Быть До Позднего Вечера Либо С Раннего Утра С Пяти Шести Утро Как Удобно Хоумейкеру Работнику И Языковой Проблемы Не Существует То Вы Подбираете Может Быть Максимально Максимально Стараемся Подобрать То Если Клиент Русскоязычный Изъявляет Желание Получать Услуги На Русском Языке То Мы Подбираем Ему Работника Если Человек Не Зависит От Языка Есть Такие Варианты То Опять Посогласны Если Этот Хоумейкер Не Является Членом Семьи Стараемся Подобрать Под Максимальные Потребности Клиента То Кому То Кому Физически Физическая Помощь Человек Ездит В инвалидном Кресле Его Надо Приподнять Его Надо Пересадить Его Надо Ванной Помочь Покупаться То Человек Должен Быть Конечно Ж Физически В состоянии Это Делать Если Клиент Мужчина Он Может Изъявлять Желание Чтобы За Ним Ухаживал Тоже Мужчина То Есть Моменты Какие Не Хотелось Чтобы Это Была Женщина С Точке Зрения Стесняется Человек То Мы Стараемся Ити Навстречу Подбирать У нас Есть Работают И Мужчины И Женщины То С Этим Проблемы Нет А Вот Хочу Еще Такой Вопрос Задать Потому Что Бывает Что Нет Нет Да И Недобросовестные Люди Попадаются Каким Образом Есть Какой Отбор Или Вы Принимаетесь Подряд Нет Наши Работники Приходя На Работу Обязательно Проходят Проверку Бэкграунда То есть Проверку Предыдущей Истории Обязательно От них Требуется Отпечатки Пальцев Обязательно От них Требуется ДП-тест То есть Монту Это что На Монту То что У нас Слезно Туберкулез Туберкулез Чтобы не заразили Него Да Как бы Это Все-таки Сфера Только Монту Работает Да Но Мы Предоставляем Нашим Работникам Бесплатную Медицинскую Страховку Ух ты То есть Кроме Заработной Платы Ничего Не высчитывая Они получают Дополнительно Медицинскую Страховку Они имеют Обучение Опять же Все работники Обязательно Проходят Обучение В течение Года Ходят На тренинги То есть Первый тренинг Перед тем Как они Начинают Работу Они получают Инструктаж То есть Они идут Достаточно Просто Вы говорите В течение Года Это тоже Все Но это Постоянно То есть Это очень важно Потому что Саша Правильно Сказал Человек Который Будет Приходить В дом Будет Допущен Даже При Отсутствии Родственников Это Очень важный Вопрос Хорошо Что мы С тобой Договорились Что я Буду За тобой Ухаживать Но Бывает Что Чужие Люди Ну Вот Видите Мы Серьезно К этому Вопрос Если Устраивает И Хоуммейкера То есть И работника И клиента То Мы Стараемся Не Менять То есть Люди Годами Работают Они Привыкают Если Это Устраивает Двоих Потому что Разные Есть Вопрос Они Сошлись Характером И Претензии Могут Быть Как С одной Так И С другой Стороны С целью Избежания Особенно У членов Одной Семьи А Вот Кстати С Есть Ситуация Вы Можете И Помочь Своим Близким И Заработать А Ежели Человек Одинок То Наверное К нему Приходят И Предлагают Вас Ну Это Даже Если Человек По Каким-то Жизненным Обстоятельствам Попадает В ситуацию То Он Может На Эти Сервисы Выходить Уже Будучи Вписываясь Из больницы Одинокий Человек То Ему Могут Что-то Рекомендовать Но Дело в том Что Люди Не Всегда Понимают Что У Них Есть Выбор То Таких Агентств Очень Много Но Только Клиент Может Решать В Каком Агентстве Он Хочет Получить Сервис Не Его Родственники Не Его Кейс Менеджер Не Его Лечащий Доктор Не Может Настоять На Тон Чтобы Он Получал Услуги Конкретно От Какого Одного Агентства То Есть Только Человек Вправе Получив Информацию Сделать Для Себя Выбор И Решить Я Хочу Туда Я Хочу Сюда То Есть Варианты Когда Люди Меняют Агентство По Каким Угодно Причинам Соображениям То Если Человек Хочет Поменять Агентство Уже Получает Определенные Услуги Он Обращается К Перейти Туда И Кейс Менеджер Уже Далее Продвигает Эти Документы Человек Переходит В принципе Он не теряет Ни в услугах Ни в количестве Часов Ни в чем То есть Это все Возможно Я повторю Телефон По которому Наталье Можно дозвониться И задать Вопросы Которые Может быть Она сегодня Не успела Освидеть Хотя По-моему Достаточно Все четко И понятно Это 224 410 6242 Еще раз Повторяю 224 410 6242 Наталья Большое Вам спасибо Что Вы В такой Душный День Кстати У нас сегодня Рекорд Года Будет 39 градусов По Цельсию Это 102 С лишним По Фаренгейту Поэтому Особенно Ваши Клиенты Должны Помнить О том Что Опасная погода Да и все А Вы Спасибо За то Что добрались До нас Вот в такой Воскресный Жаркий День Спасибо Огромное Действительно Такой День Еще раз Поздравляю Вас Сегодня С профессиональным Праздником День Медицинского Работника День Медика Спасибо Мы продолжаем Я хочу Просто Дополнить График Всех Мероприятий Сегодняшнего Дня Которые были В различное Время Истории Связаны С этим Днем Практически Саша Рассказал Я хочу Только Только Добавить Из знаменательных событий Отмечу Что в 1961 году Рудольф Во время Парижских Гастролей Попросил Представить ему Политическое Убежище Это произошло В 1961 Казалось бы Совсем недавно А сколько Время Не прошло В 1967 В 1967 В Китае Продвинуло Проведено Извините Первый Водородный Бомб Еще в 1954 Мао Цзэдун Обратился К Никите Сергеевичу Хрущеву С просьбой Раскрыть Секрет Атомной Бомбы И помочь Наладить В Китае Производство Нового Оружия И вот В 1967 В 2016